Добрый день, уважаемые коллеги! В моем докладе он будет состоять фактически из двух частей. Это в первой части будут рассмотрены особенности применения модели, стандартной модели частичных разрядов к интерпретации результатов измерения частичных разрядов в турбогенераторе. И во второй части то, что следует наша разработанная методика определения размеров и местоположений дефектов изолятой статоров. Обычно при интерпретации всех результатов частичных разрядов использую стандартную модель, в которой считается... Вот я некоторые положения выписал, причем это не гласное положение. Размеры объекта считаются существенно меньше длины волны, возникающей при частичном разряде. За длину волны частичного разряда можно принять учетверенную... За период волны можно принять учетверенную длительность переднего фронта частичного разряда, которая составляет величину порядка 10 нанометров. Эквивалентно это получается около 400 МГц. Второе такое негласное положение сводится к тому, что токоведущие части объекта исследования находятся под одинаковым напряжением. И третье положение, ну или первое, здесь не имеет значения, влиянием источника питания можно пренебречь. То есть в самом понятии частичного разряда мы фактически вносим в объект такую величину заряда, которая компенсирует уменьшение напряжения при частичном разряде. То есть фактически мы отключаем источник питания и работаем с отличным источником питания. Когда мы проводим обзберение частичных в турбогенераторах, то все эти положения не выполняются. Сам турбогенератор, работающий в сети, является источником питания. И какие могут быть величины самих частичных разряда, в общем, в достаточной степени непонятно. Поэтому мы провели в системе мультисим моделирование влияния источника питания. И здесь, вот это у нас источник питания, поставили некую эквивалентную индуктивность, активное сопротивление. Основная изоляция, активное сопротивление и емкость, это можно считать обмотка. Когда взяли один стержень генератора ТВФ-62, и дефект, тогда у нас получился модель дефекта. Вот эта вот цепочка, соответствующая одной цепочке с дефектом. Дефект, это изоляция выше, это изоляция ниже. Вот такая модель. И имитировали в системе мультисим частичный разряда с замыканием просто ключа. Вот такая моделька, она выводили через конденсатор связи. Это обычно не используется при наблюдении частичных рядов. Обычно измерение происходит через конденсатор связи. Вот такая модель. И в модели у нас всегда, и это изоляция постоянно, все это постоянно, меняется только один индуктивность между источником и питанием. Что у нас получилось? Получилась у нас такая довольно любопытная картина. Когда у нас индуктивность равна нулю, то у нас вообще нет сигнала. Ключ замыкаем, частичный раз отъезд, а сигналом нет. Если мы начинаем увеличивать индуктивность, у нас вот здесь вот появляется вот такой красненький, потом он растет, 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 дорастает. Ну, здесь вот все сигналы при различной индуктивности приведены. Видно. Ну, фактически у нас получилось как? Так, что у нас наблюдаемый сигнал частичного разряда состоит из двух сигналов. От колебательного процесса, возникающего переходного процесса при замыкании ключа и периодического сигнала частичного разряда. Вот такая картина. Вывод нам показался очень неутешительным. То есть основная величина частичного дельта У, измеряемая, у нас зависит от совершенно неконтролируемого параметра, от индуктивности между источником питания и объектом испытания. Вот это вот довольно такой неприятный момент, который у нас получился. Как правило, индуктивность эту ни в каких экспериментах не учитывают. Дальше мы взяли и посчитали, а какая же частота. Часто в некоторых статьях, довольно много, в качестве параметра частичного разряда пытаются использовать частоту частичного разряда. Получилась следующая картина, что частота в чистом виде определяется вот этими параметрами, где L – это индуктивность между источником питания и объектом, а C – это емкость объекта испытания. Никакого отношения частота – это в чистом виде частота переходного процесса. Никакого отношения, вот у нас, по крайней мере, в наших модельных экспериментах получилось, что частота никакого отношения к параметрам частичного разряда не имеет. Но зато, если мы видим переходной процесс, во-первых, мы можем сказать, что у нас достаточно близок источник питания, и можем определить вот эту индуктивность, если мы знаем вот эту величину емкости, мы можем определить вот эту индуктивность, которую мы раньше вообще не определяем. То есть период колебаний никак не связан с самим дефектом. Ну вот здесь вот показано вот то, что я говорил много, вот этот вот бросок напряжения, который мы измеряем при частичном разряде, и как он зависит от индуктивности, ну, можно сказать, между источником питания и объектом. Зависимость очень сильная, и когда у нас равняется, значит, нулю индуктивности, у нас фактически не будет частичного разряда. Что же мы меряем и как мы меряем? Это нужно вот обязательно уточнять. Далее. Хорошо, пусть мы измерили, уточнили дельта У. Как мы измеряем величину коржущего сразряда? Величину коржущего сразряда мы определяем, как измерена величина дельта У, умноженная на емкость. А что, например, в турбогенераторах брать за емкость? Емкость всей ветви? Или емкость двух ветвей, если у нас две ветви? Или емкость одного стержня? Или, может быть, емкость половины стержня? Что брать? В общем-то совершенно непонятно. Тогда мы, значит, посмотрели, как же распространяется, какой скоростью распространяет частичный разряд по стержню. И стандартная методика. Определили емкость, определили погонную индуктивность, определили скорость распространения электромагнитной волны. У нас получилось 3,1 метра за наносекунду. То есть где-то примерно в 100 раз меньше, чем скорость света. В общем-то достаточно разумная величина. Были эксперименты, прямые определения. Там у них получалось, что скорость распространения электромагнитной волны по стержням составляла примерно 9 метров за микросекунду. Ну, такая величина. Так что получается, если длительность переднего фронта составляет 10 наносекунд, то распространяясь такой скоростью, он уходит примерно на 3 сантиметра в каждую сторону. Значит, у нас получается, что в области 6 сантиметров у нас вот напряжение падает таким образом. И тогда согласно модели частичного разряда, кажущегося, мы должны компенсировать вот это убывание. То есть в качестве емкости мы должны взять не емкость стержня, не емкость чего-то, а фактически вот такой треугольник или емкость 3 сантиметра длиной для данной конкретной марки трансформатора. И вот, пользуясь вот этими вещами, мы разработали, ну, дальше использовали данные. У нас на Казанской Т2 стоят оборудованные фирмы IRIS. Мы просто взяли стандартное измерение фирмы IRIS. Вот стандартное представление частотное. Здесь вот я хотел сказать следующее. Вот стандартное представление частичных разрядов. Приводится, значит, фаза и амплитуда. Цветом приводится амплитуда. Фаза приводится по отношению к номинальному напряжению. Очень хорошо. Но если у нас работающий турбогенератор, то что мы должны взять за напряжение? Вообще говоря, фаза частичного разряда она изначально являлась заменителем напряжения возникновения частичного разряда. Хорошо, когда у нас во всех частях объекты испытания напряжения одинаковые. Но если мы имеем дело с... Если мы имеем дело с турбогенератором работающим, то фаза стержня состоит из 24 стержней. На стержнях, которые к нулевой точке звезды напряжения отсутствует, на стержнях, которые к фазному выходу, напряжение высокое. То есть на каждом стержне турбогенератора напряжение разное. Так какой смысл имеет понятие фаза, которая измерена по отношению к фазному напряжению? Оно уже не несет смысл напряжения возникновения частичного разряда. А именно этот смысл, он связан с пробивной напряженностью, которая возникает в частичном разряде. А напряжение, вот они здесь показаны. Вот это вот так, как... Ну, здесь вот в цветах показано. Это верхний стержень, нижний стержень, фаза А красным, зеленым, синим, а интенсивность – это величина напряжения. Как видно, напряжение разное. И вот здесь вот показано различие. Здесь вот показано различие лобовой части. То есть и в лобовой части у нас очень сильно различается между стержнями напряжения. То есть идея о том, что частичные разряды в лобовой части происходят под действием линейного напряжения, она очень странная, поскольку везде тут... Да ли не есть ли участки линейного напряжения? Вот они. Но в основном они достаточно маленькие. Ну и в результате вот этих операций, когда мы учли и близость источника питания, и емкость, у нас получилась вот методика, которая состоит из следующих шагов. Значит, определение частичной величины дельта У, это берется из измерений системы Айрис. Дальше вот это умножение. С помощью различных операций мы пришли к выводу, что вот эта вот величина дельта У в 50 раз меньше, чем истинная величина, которая была бы при удаленном источнике питания. Поэтому дельта У, соответственно, здесь С получается от 3 сантиметра. В результате достаточно точно получается, что величина кажущего частичного разряда, это измеренная величина дельта У, умножить на емкость одного стержня. Они друг друга компенсируют. Второй шаг. Третий шаг. Определение размера дефекта. Размер дефекта на основании прямых измерений однозначно связан с величиной частичного разряда. То есть на третьем шаге, зная величину дельта Ку, мы определяем размер дефекта. Вот здесь вот связь эта приведена. Далее. Но вот эти измерения были проделаны для воздушных промежутков. В турбогенераторе на ТВФ-60 температура порядка 190 градусов Цельсия. Здесь сделано при комнате. И охлаждение водород, то есть водородная атмосфера. Нам пришлось пересчитать. Это вот для воздуха при нормальных условиях. А вот получился водород 233 кельвина и 200 килопаскаль давление рабочее. То есть определяется напряжение возникновения частичного разряда. Обратите внимание, что мы определяем напряжение возникновения вот таким косинным путем, а не из фазы, поскольку мы не знаем, где находится дефект. А понятие фаза из того, что мы измеряем, мы не можем ему доверять. Определив напряжение возникновения, мы определяем величину средней напряженности электрического поля в изоляции без дефекта. По ней определяем напряжение на стержнях, при котором возникает частичный разряд. А далее, смотрите, что получается. Если мы получили напряжение на стержнях, то здесь мы можем, делим на измеренную фазу, и мы получаем номер стержня, в котором возникает частичный разряд. Вот на этом этапе может получиться следующее определение. Это величина измеренная. Делим на синус фазы, и мы можем получить, что напряжение возникновения частичного разряда больше, чем самое большее фазное напряжение. О чем это говорит? Это говорит только о том, что частичный разряд произошел не в этой фазе, а был переизлучен из другой фазы. Вот таким образом мы описали абсолютно все разряды, которые наблюдались в фирме Айрис, и в результате представление у нас получается такое. Вместо величины дельта У и непонятных фаз частичного разряда у нас получается совершенно однозначная штука. Номер стержня и размер дефекта. Вот когда мы представили руководству... Я заканчиваю. Когда мы представили руководству вот такое представление вместо непонятных 30 милливольт, то достаточно убедительно. Ну и здесь то же самое. Ну и здесь вот фактически зона переизлученных дефектов, которые вот получаются по пункту 7. Все, спасибо за внимание. Доклад закончен. Спасибо большое. Интересный доклад. Я, к сожалению, по времени не могу задать вопрос и никому не дам. Но у меня есть вопросы, если честно. Я потом, наверное, к вам подойду. Спасибо. 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 Спасибо.